здравствуйте дорогие телезрители и подписчики на канале youtube голова садовая сегодняшняя тема лук крупноплодный значит так начиная с посева там было несколько комментариев значит не получается вот лук он сохнет дома и падает естественно давайте все-таки семена лука крупноплодного будем сеять в теплице или в парнике в начале апреля месяца лучше бы как бы в первых числах апреля можно сеять дома горшок должен быть такой высоты корни достаточно длинные у лука и ширины достаточные как бы чтобы ему было свободно но вы должны понимать что это растение у которого холодный старт то есть нужна прохлада поэтому дома на окне он не вырастет ваша растада однозначно он все время погибает но посеянный 2 апреля в теплице он ну не такой как хотелось бы как например было в позапрошлом году да но все-таки он неплохо выглядит и он высажен уже на грядку вот на грядке находится два лука это обычный белый лук комета а это вот как раз и exhibition это любимец публики и мы уже привыкли что он на наших участках практически есть у всех значит высаживается этот лук вот бороздку сделали не наклоняясь тяпочки да прям уголком тяпочки раз пролили 2 можно пролить на шатырном спиртом ложечку всего столовую на 10 литров воды подождали полчасика чтобы оно лишнее улетучилось уложили все с расстоянием так чтоб луковица входили луковица вот такие должны быть и все засыпали и вот так при притяпали не заглубляя вот где зона белой у корней и где начинается зелень вот это и есть граница посадки нельзя заглублять вы потеряете рассаду перед посадкой вы все эти достаточно густо да ничего по одному семечку это бессмысленно все эти его так вот как бы хорошо потом берете вот этот вот пучок этого лука ставите в воду в кастрюльку там ведерко земля отходит не нарушая корневой системы и вы отрезаете на одну третью часть корни ой господи прости корни и на одну третью часть вверх и потом укладываете в бороздку все лук посажен а когда лук уже принялся потому что вы его будете поливать три раза в неделю 3 как капусту две недели подряд значит вы берете вот такую штуку которую я очень люблю и рыхлите его не вот так задевая луковицы отступив сантиметров на 5 там корневая система молоденькая нельзя поранить и вот так вот ведете ведете до самого-самого края ничего больше делать не надо не наклоняться не возвращает полольник назад просто в одну сторону рыхление она уже крайне необходимо иногда ну у кого-то нет воды ну нет воды ну рыхлите тогда приехали на дачу суббота воскресенье лучше в пятницу начиная с вечера и рыхлите вечером обязательно масса влаги в сядет в землю и туманы и росы и растение будет чувствовать еще кислорода вот так будет растение будет чувствовать себя прекрасно вот сейчас этот лук две недели будет выносить мозг чайной ложечкой пока не распустит хорошую корневую систему а потом он очень быстро пойдет в рост очень быстро и ваша задача успевать за ним кормить его а как я покажу и расскажу когда этот лук оксибишен пойдет в рост на этом закончу всего доброго и до свидания